Вячеслав Юткин Вячеслав Юткин очень долго был банкиром и после этого он занялся гостиничным бизнесом. То есть фактически, Вячеслав Михайлович, я так понимаю, что вы из людей, которые дают деньги на какой-то реальный бизнес, переместились в этот самый реальный бизнес. Да, можно так сказать. Ну от этого вам стало лучше или хуже так сразу, навскидку? Я думаю, что банковская система была на той стадии развития, когда стала лучше, потому что она серьезно болела и хотел заняться своим бизнесом, который действительно помог бы раскрыть свои возможности и попробовать, насколько индекс дуин бизнес сегодня в Украине, насколько он соответствует на практике реальному бизнесу. Отвечайте, насколько соответствует. Все же только об этом и говорят, что мы там поднялись. Да, я думаю, что мы поднялись в некоторых позициях на рекордное 64-е место, хотя были и на 115-м, и на 118-м. Но я думаю, что решение тех, кто дает этот рейтинг, оно основано в основном на законодательных актах, которые приняла Верховная Рада. Я думаю, что еще очень далеко до реального воплощения. То есть должно пройти, ну по крайней мере, год для того, чтобы бизнес почувствовал, насколько эти законодательные акты начали работать. Сегодня, несмотря на то, что упрощена якобы процедура обращения за техническими условиями, за подключением мощности электроэнергии, за градостроительными условиями и ограничениями, на самом деле, если вы попробуете это сделать, вы столкнетесь с теми же трудностями, которые и существовали. По моим оценкам, необходим год для того, чтобы эти акты заработали. И то, они могут остаться только на бумаге. Мы проходим вот сейчас некоторые процедуры, связанные с этими актами, и поверьте, они остались на том же уровне. Сегодня, например, за ввод в эксплуатацию готового строительства объема квадратных метров, вам все равно скажут, сколько это стоит долларов. По оценкам сегодня, это примерно 7 долларов в квадратный метр, для того, чтобы его законно ввести в эксплуатацию. Есть большая надежда, что это изменится, поскольку раньше это не менялось, не было таких законодательных актов. Я надеюсь, что с принятием таких актов кто-то будет контролировать их исполнение. Очень большая надежда у бизнеса. И отмена вот этого грабительского сбора, когда при любом строительстве ты платишь или 10% от инвестиций. Причем это официальный. Да, или 4%. Это, конечно, прорыв, безусловно прорыв. Я думаю, тот, кто делает рейтинг или его, в общем-то, изменяет, он основывается в законодательстве. Но, я не знаю, Людмила, вы помните или не помните, такой был очень известный советский в то время, в 30-х годах, журналист Михаил Кольцов. Он делал очень просто. Он перевоплощался в журналистов тогда таксиста, продавца, директора. И на протяжении полгода влезал в шкуру и просто писал об этом. К сожалению, эта методика настолько бы удачно работает. Кстати, в Соединенных Штатах Америки в отношении спецслужб эта методика применяется. Она вскрывает все язвы общества, раскрывает проблему и, в общем-то, показывает, насколько соответствует принятый акт реальным условиям ведения бизнеса. Я, например, не понимаю, почему наши правоохранительные органы или, допустим, наши сотрудники Кабмина не пойдут по пути. Создание какой-то фирмы, которая бы реально получила земельный участок, прошла бы всю эту процедуру. Затем она попыталась бы получить условия, потом ввести его в эксплуатацию и на деле посмотреть, насколько реально мы стоим на той почве, которой радуемся в отношении оценок дуэн-бизнеса. Ну, я даже не знаю, что сказать. Разница разительная была, поверьте мне, разительная. Взяток много просят, нет? Взяток по-прежнему очень много. Очень много. Вот такое взяток. Это, по сути, перераспределение ренты. Люди, которые ничем не занимаются, они хотят зарабатывать, но в позиции должности они зарабатывают. Я думаю, что когда Украину называют самой коррумпированной страной в мире, абсолютно ничуть не ошибаются. Ну, конечно, мы не знаем реальной ситуации в странах Латинской Америки, в Африке. Ну, обидно, когда одна из европейских стран, в общем-то, к ней приклеен такой ярлык, отмыться от которого очень тяжело, очень тяжело. Реально сегодня все равно это работает, это действует с осторожностью, с какой-то повышенной мерой безопасности, с защеленностью. Но это продолжает работать, безусловно. У вас сейчас сеть отелей, и вот для меня отели это того, как они работают, как они строятся, как запускаются в оборот все новые и новые какие-то проекты. Для меня это символ того, что вот экономика работает. Вот вы мне скажите, пожалуйста, работает ли украинская экономика, если посмотреть на вот то, как развивается ваш отельный бизнес? Можете ли вы сказать, что, я не знаю, туризм стал процветать, или там бизнес-активность какая-то увеличилась, что приезжает куча бизнесменов, куча каких-то проектов, которые могут реализовываться? Или по-прежнему это все так же, как и было? Потому что вот недавно мы тоже говорили с Олегом Устенко, советником президента, он говорит о том, что по-прежнему даже вот иностранных инвестиций в страну очень мало на самом деле заходит. И вот в этом смысле, вот развитие этого гостиничного бизнеса, показатель ли это какой-то инвестиционной активности, или все-таки нет? Ну, безусловно, отели в стране это какой-то маркер, особенно отели с имиджем, с звездностью определенной, куда обычно приезжают иностранцы, они просто в отель не поедут, какой-то трехзвездочный, или который, в общем-то, находится не в центрах деловой активности. И, безусловно, в этом году ситуация достаточно разная отличается. Все зависит от экономического климата в конкретном городе, регионе, ну, может быть, в целом стране тоже, хотя меньше в стране. То есть вы хотите сказать, что вот этот климат разнится от города к городу? Разнится, да. Интересно. Если в городе созданы условия, где, ну, минимальное, назовем так, количество возможностей проявить коррупцию, где мэрия или, в общем, бизнес-сообщество способствует тому, чтобы этот город развивался, там совершенно другая картина. Туда инвесторы едут. Мы всегда берем в рамках страны, но если мы посмотрим картину в городах, по-моему, деловая столица публикует очень интересно, место областей и городов по инвестициям. Больше никто этого не делает. Это своеобразный маркер. Показать, как руководство области или города привлекает инвестиции и как оно заботится о развитии города. Да вот, я думаю, не новость, ну, вернее, новость, что Львовская область приглашает Олимпиаду зимних видов спорта на 2030 год. Такая попытка уже была, по-моему, при Януковиче сделана. К сожалению. Она носила хороший, кстати, смысл, но провалена была. Но когда мы имеем 10 лет и полностью запущенный регион Карпаты, он напоминает чем-то в свое время запущенный Крым и трагические события в связи с этим происшедшим. Если эту инициативу Садового поддержать, развитию, за 10 лет действительно инвестировать, можно... Ведь что такое проведение игр? Это, по сути, путь к развитию региона. Причем мощнейший толчок. И то, что Садовое сегодня с Бубкой объявили о том, что вот Львов выдвинет свою кандидатуру, дай бог, конечно, чтобы она прошла. При нашей инфраструктуре это очень сложно, но Олимпийский комитет тоже смотрит на страны для того, чтобы вспомнить ситуацию с Евро, для того, чтобы дать толчок для развития. Я думаю, что Карпаты, которые сегодня явно недооценены в потенциале туристическом, в потенциале экономическом, для Украины был бы реальный шанс для развития туризма, экономики, спорта и всего остального. И вот я вижу, я знаю, что Львов это, в общем-то, сегодня такая туристическая мега Украины. Садовой, как, в общем-то, один из наиболее продвинутых прогрессивных мэров, он хочет сделать регион самым привлекательным в Украине. Очень много, наверное, пути там делают. Он сегодня, даже не дожидаясь, там, будет решение, не будет решения, строит средства города, плюс бюджетные средства, которые выделили, огромный спортивный комплекс. Зимних видов спорта во Львове, на территории самого города. То есть он уже идет вперед для того, чтобы, когда заявка, по-моему, в 2022 году могла бы быть предъявлена комитетом, уже можно было бы показать объекты инфраструктуры. А гостиницы, которые возникают в Львове, экономические условия, которые созданы для инвесторов, они позволяют говорить о том, что этот регион идет впереди других в развитии туризма, отельного бизнеса, экономики и на деле, в общем-то, воплощает то, что индекс других бизнесов пропагандирует. Вот во Львове, когда мы сдавали отель, кто-то попытался там намекнуть на какое-то распределение ренты. Зная мэра и говоря о проектах, как бизнесмен, я прихожу к нему, рассказываю, что мы планируем. Я пришел к нему, вопрос был решен за 20 минут. Вся регистрация была согласна законодательству, никто даже слова не сказал. Если бы это было в других городах, вот особенно в Киеве, мы понимаем, что инвестиционная привлекательность города повышена в разы. Поэтому все зависит от конкретного региона, от обстановки там людей, которые занимают руководящие должности и влияют на развитие экономики. Послушайте, ну вот о Закарпатии-то говорено очень много, но там же совершенно катастрофическая инфраструктура. Сколько миллиардов на вскидку, потому что вы же как банкир, вы приблизительно так можете оценить, да? Банкиров, наверное, бывших не бывает, да, я так понимаю? Не бывает. Не бывает, да, об этом и речь. Вот сколько приблизительно миллиардов нужно вложить в Закарпатии, чтобы оно напоминало, ну хотя бы какие-то, ну пусть там даже не немецкие, там какие-то курорты, может быть даже не итальянские. Я думаю, что можно примерно это оценить, я думаю, что если говорить, там речь больше идет, конечно, о Прикарпатии для этого, хотя Львовщина тоже активно там задействована, наверное, и объекты в Закарпатии. Я думаю, что не меньше десяти миллиардов, не меньше десяти, возможно, с учетом того, что зимние виды спорта все-таки требуют ледовые арены, требуют спортивных комплексов стереотипов, наверное, 12-15 плюс дороги, конечно, дороги, дороги сегодня там это самое главное. Ну и реальные отели, кроме Буковеля, вы не найдете там отель, который бы можно было приравнять, ну хотя бы там даже к серьезным европейским трехзвездочным. Почему так случилось? Ведь это же абсурдно выглядит на самом деле, что украинцы не ездят в свои собственные отели, в свои собственные курортные места, а едут в другие страны и даже в какие-то трехзвездочные отели едут, там в Италию, в Германию. Да, да. Кстати, в Италии вообще понятие звездности как таковое отсутствует. Там, когда вы приезжаете в пять, это может быть все две, но они не заморачиваются на этом абсолютно. Случилось то, что еще с Крымом, недооценка возможностей своих регионов, ну когда все руководство, все чиновники где-то отдыхают, никогда не отдыхают на своих курортах, это тоже как бы является определенным маркером, ну и отсутствие финансирования полное. Страна вся в долгах, вы посмотрите, сегодня. Поэтому если это прогноз на 10 лет, страна может собраться это сделать, но действительно развивая Карпаты, по сути вся Украина выиграет от этого. Но сегодня, вот этот свежий пример, вот есть потенциальные инвесторы, они хотят что-то строить, те же Карпаты, вот я вам приведу самый свежий пример. Национальный банк Украины когда-то в 2008 году стал строить лечебно-оздоровительный комплекс в Карпату. В самом центре Еремче, в уникальном уголке, такую территорию в три гектара мог получить только Национальный банк, на берегу речки, у границы национального заповедника. Это проект, выполненный архитектором Марченко, ну замечательный. Он создал, в общем-то, комплекс, который мог бы претендовать на пять звезд по инфраструктуре и быть таким первым. Национальный банк строил, естественно, для себя. Для своих работников, в смысле? Да, для своих работников. Хорошо живут. Да, ну неплохо. Они построили один корпус на пять номеров для членов правления. Две тысячи квадратных метров, пять двухуровневых апартаментов, одни апартаменты для председателя. Это была первая очередь, хотя по проекту она была вторая. Она не оказалась невыполненной. Вторая очередь. Пришла Валерия Гонтарова и сказала, непрофильные активы вон из баланса Национального банка. После этого пришел Арбузов, немножко достроил, даже там положил белый ковролин, все красиво сделал. Но время Арбузова пришло и все это опять осталось. Восьмой год и тринадцатый год стройка стала, потому что было не до этого. Но корпус был построен. Вложили в него, ну по меньшей мере, миллионов пять долларов в этот корпус. Передали в фонд имущества. Фонд имущества целый год пытается продать. Продает за 64 миллиона гривен по балансовой стоимости. Это сколько, подожди, на вскидку долларов, миллионов долларов? Проблема в чем? Строилось в гривнах. Курсы были разные, миллионов пять и затратили, но по балансовой стоимости это 64 миллиона. Если мы вернемся с вами в 2008 год, то вы поймете, что курс был 6, 7, 8, 9 и так далее. Проектная документация, все утверждено. Фонд попытался продать за 64, не продал. Выставил за 32. Поехали инвесторы, посмотрели, решили участвовать. Ну, я в том числе. Корпус разваливается. На глазах построены все эти пять миллионов. Бита плитка, затопила, закоротила. Был пожар. Сегодня мы представляем такое здание, которое нужно серьезно ремонтировать. Или проще снести, чем я так понимаю. Да. Ну, снести, опять же, потерять там те же 32 миллиона. Выстрелили планы, договорились с банком о кредите. Поехали, посмотрели, потратили много времени, разработали бизнес-план. Ну, казалось бы, почему не продать за 32 миллиона, чтобы кто-то построил этот комплекс. Такими даже условиями инвестиционными. Получаем, за три дня до 18 октября, вот буквально, фонд-эмущество снимает это с комплекса без объяснения причин. Как это снимать? Ну, вот так. Не хотим продавать и все. Передумали? Хотели, хотели, объявили конкурс. Присылают письмо, что, ну, извините. Не получилось. Не хотим продавать. Что за этим стоит? Только фонд-эмущество, можно сказать. К следующему вопросу, приватизация. Как она идет? То есть, есть инвесторы, внутренние, что хорошо, которые хотят создать, потом привлечь инвестиции. Хотят этот проект реализовать. Можно же ввести условия. Полная реализация проекта на протяжении, там, трех-четырех лет. Разумный срок. Просто снимается с комплекса без объяснения причин. Может, это связано с приходом нового руководства фонда, который хочет все пересмотреть. Но это опять время. Опять не выполнение плана малой приватизации. Опять остановка на пути дуэн-бизнеса и остановка инвестиций. Вот и все. Что-то это выгодит странно. Но структура фонда имущества, она закрыта. У нее, наверное, есть такое право, и она без объяснения причин, объявив конкурс, может его за три дня прекратить. То есть, это нормально в рамках закона? Это не нормально вообще. Ну, это в рамках закона? Да. Ну, наверное, в рамках закона, если они это делают. Ну, давайте, раз уж и заговорили о приватизации. Это просто конкретный пример недельной давности. Как она идет. Вот раз уж мы заговорили о приватизации, вот вы по-разному уже, вот, есть взгляд, разные взгляды на приватизацию в Украине. Некоторые говорят, что нужно продать все. И я так понимаю, правительство склоняется к этому. Вот тот же Олег Устенко сказал, что продать все. Я тут поддерживаю. Это тоже поддерживаю. Чтобы был эффективный собственность. Но с другой стороны, я вам хочу сказать, что вот если посмотреть на опыт ведущих стран, таких как Германия, там даже те же Соединенные Штаты, то во многих этих странах государственная собственность сколеблется от 30, ну, от 20 до 40 процентов. То есть не все все-таки распространяется. Люди, вы забываете один важный момент. Там нет такой коррупции, когда она остается у государственных, у части, часть государственных остается. Там коррупция жестоко наказывается. Тогда я вам задам тот же самый вопрос, который вот задавала тому же Олегу. А может быть, на чем с коррупцией бороться? Мы же кормим целую армию правоохранителей. А сколько мы боремся? 28 лет боремся с коррупцией. Каждый год, каждый президент, каждый премьер-министр говорит о том, что он остановит потоки, о том, что вместо этого он означает смотрящих за всеми видами бизнеса. И все происходит. Мы не сможем так быстро. Ну, вообще, коррупция – это такое явление, которое быстро не останавливается. Нужна перестройка сознания, перестройка всего общества, устранение лазеек для коррупции. Только тогда. Но за этим нужно, опять же, облачаясь журналистам в форму того, кто делает этот бизнес, просто вскрывать. Но этого никто не делает. Это никому не интересно. Потому что большинство на этой коррупции сидит. Зачем? В последний случай в Верховной Раде, когда мы сейчас опять все заняты разбирательством, кто кому какие деньги давал для того, чтобы одну из коррупционных схем прикрыть. Это действительно коррупционная схема, площадка. При любой сделке, оценка. Она практически не производится. Высылаются маркеры, две цифры и так далее. Но деньги по стране огромные. Они уже к миллиардам приближаются. Вот и все. И поэтому, естественно, соблазн у кого-то может проголосовать, правда, это еще не установлено, проголосовать за какие-то деньги, для того, чтобы площадку сохранить. Как она была введена? Точно так же раздали деньги и ввели эту норму. Поэтому вот, когда мы оставим большую, ну не большую, даже 30% госсобственности, мы должны понимать, что она будет эффективно управляться. Возьмите там Адресский припортовый завод. Вот в госсобственности не могут никак продать. Оставляют. Оставляют, потому что выгодно оставлять. Смотрящие, потоки, на схемах. Все это вот украинские слова, которые, я не знаю, даже еще, ну, может, еще где-то там в соседних соцлагерях странах, наверное, возможно. А так это, вот бизнес это настолько четко чувствует, он настолько все это знает, ну, просто вот сесть и рассказать, ну, слушать-то никто особо не хочет. Может, сейчас будут, может, сейчас будут, а раньше не хотели. Да, ну, это ваша проблема, решайте. Я знаю многих бизнесменов, которые, когда обсуждаем эти темы, сколько ты плачешь? Ну, столько. А ты сколько, столько. Это в смысле рента, вот поделиться рентой? Да, да. Об этом мы говорим. Слушай, ну, вот я не заплачу, потеряю в движении года три. Да, я меньше получу прибыли, потому что больше заплачу. Но я все равно пойду вперед. Лучше я заплачу. Это уже, это уже, ну, как бы, настолько с этим украинским бизнесом свыкся, я думаю, даже в других условиях ему как-то будет некомфортно, он даже не поймет, что случилось. Что делать вообще? Что делать, да. Не поверит даже, в некоторое время не поверит. Есть ли в Украине по-настоящему деньги, чтобы инвестировать их в разные отрасли? Вот, и почему, если они есть, то почему они не инвестируются? Вот вы уже привели пример, который связан, очень конкретно, очень интересный, вот даже с этим отелем. Но все-таки это вопрос... То есть называется лечебно-наздорожительный корпус при Карпате, в Еремче, по улице Грушевского, 7. Вот, есть ли действительно в Украине деньги, есть ли инвесторы, у которых есть деньги, и почему они не инвестированы? Действительно ли много денег выводится, вот, действительно, за границу, потому что проще там купить собственности, вообще ни о чем не беспокоиться? Я думаю, что у государства сейчас реально на эти проекты денег нет, пока. Есть какие-то заявленные планы, и сегодня для крупных инвестиций в объекты инфраструктуры, ну, надо реально исходить с того, что если мы деньги занимаем, приближаясь уже к триллиону, то реально на заемные деньги под 18-16 процентов инвестировать это, как бы, абсурдно. Поэтому, как бы, есть, безусловно, какие-то частные деньги, и некоторые инвестиции, которые, опять же, может быть, стоят где-то на границе, но думают, идти сюда или не идти. Частные инвестиции идут мало, редко, точечно, только из-за того, что коррупция, в общем-то, достаточно высока, и каждый думает, ну, вот у меня есть чистые деньги, я на них могу беспокойно жить, я их вложу, меня обложит проверками, налогами и всем прочим, и, в общем-то, это только так, для того, чтобы там, допустим, оставить кому-то на будущее, и кто-то бы занимался этим. Реально, если создать комфортные условия, мы можем привлечь очень большие внутренние инвестиции. И вот то, что ряд законов, которые принят, они, конечно, правильные, и надо, чтобы они заработали, не остались на бумаге. Вот принять это даже не полдела, это 10%, а контролировать их исполнение, это самое главное. И тогда, я думаю, что, наверняка, если мы возьмем корзину 100% инвестиций, наверняка мы увидим, при условии облегчения ведения бизнеса, в Украине, процентов 30 украинских инвестиций собственных. Потому что, ну, безусловно, украинские бизнесмены лучше чувствуют природу ведения бизнеса в Украине и понимают привлекательность объектов, чем иностранцы. Любой иностранец всегда нуждается в каком-то консультанте, которого он привлекает из украинской среды, и который, ну, как бы, как его называют, бегунок, и который обходит все эти инстанции, и договаривает. Ну, когда он приходит к иностранному инвестору, объясняет, что тут надо дать, тут надо дать, тот бежит без оглядки и говорит, ну, я этого не понимаю, потому что мои акционеры этого не поймут там за рубежом. И мы таких примеров массу, и Сметра, и Секе, и в истории много, украинское, это ведение бизнеса, таких примеров. К сожалению, эта история, ну, дай бог, чтобы она прекратилась, но она пока не прекращается. Поэтому мы стоим, наверное, на каком-то, ну, может быть, все надеются на каком-то рубеже 2020 года, когда правила игры изменятся. И тогда откроется вот эта форточка для инвестиций. Сегодня в мире много денег, особенно инвестиционного характера. И в Украине их мало. И нам очень важно их сюда завлять. Для этого вот эти шаги надо осуществлять. Налоги это проблема или нет? Налоги? Да, налоговая система, которая есть. Я думаю, она, в общем-то, не худшая в Украине. Другое дело, ее надо облегчить, сделать единый налог, который уплачивался бы, потому что сегодня столько налогов, что, в общем-то, нужно бухгалтерский штат иметь для того, чтобы это все контролировать. Ну, и, безусловно, проблема возврата инвестиций МДС, она улучшилась, но далеко еще от совершенства. Это абсолютно не автоматическое. Это затягивание, это нарушение сроков, это суды. То есть, по-прежнему та же история? Да. Нет, она не та же. Раньше это был кошмар, его просто никогда не возвращали. Раньше его не могли. Сейчас применяются различные уловки, типа, вот вы подали декларацию о размещении, вам под каким-то надуманным предлогом возвращают. Это вот для того, чтобы экономить средства из бюджета, потому что их не хватает. И эта канитель может продолжаться полгода. Потом вы идете в суд, это еще год. И таким образом, ваше средство вымывается на полтора года, и все это происходит. Все обращения на горячие линии, жалобы, они просто остаются без ответа. Все это не работает. Опять возвращаясь к тому, почему не попробовать, не посмотреть, как это проходит. Вот даже новому руководству налоговую. Взять конкретный пример. Посмотреть, как возвращается малому, среднему бизнесу, с крупным тяжелее, там быстрее возвращают. Как возвращается НДС. Он возвращается очень-очень так, ну, с потугами. Я думаю, что лучший срок этого месяца в 7-9, вот, а обычный вариант это год-полтора, через суды в том числе. Опять же, с пеней для государства за задержку НДС. Никто не анализирует это. Теперь давайте поговорим немного о кредитах, потому что это очень интересная тема. Вот, начнем, наверное, с возможностью занимать за границей. Есть ли у украинского бизнеса такая возможность? Потому что, когда мы говорим о санкциях, которые действуют против России, многие говорят, что главная для них проблема, это то, что они не могут занимать где-то там, за рубежом. Есть ли вообще для украинского бизнеса проблема занимать деньги в каких-то иностранных банках? Безусловно, есть ли очень большая. Потому что, как правило, украинский бизнес, за редким исключением, очень крупного, который размещается на фондовых площадках Европы и мира, ну, это мы назовем максимум 10 компаний, которые способны разместить свои банды или деривативы, ценные бумаги и привлечь деньги. Но все очень осторожно смотрят на Украину. Мы помним пример компании Мрия, агрохолдинга огромного, который привлек сотни миллионов долларов на биржах, на варшавской бирже, американской бирже. И все это привело к тому, что были куплены яхты, самолеты, и холдинг лопнул. И пул инвесторов, там, более 100 человек, купивших эти бумаги, до сих пор существует. Комитет, по сути, защиты прав кредиторов, он существует, и на Украину смотрят, ну, очень-очень аккуратно. Возьмите ситуацию с агрохолдингом Бахманюка, с банками, которые упали, завалились, и с ценными бумагами, которые, опять же, как бы не котируются. Да, наверное, Косюк может с Мироновским хлебопродуктом привлекать сегодня, потому что он уверенно ведет бизнес, и ему доверяют, и его продукция разлетается по всей Европе. Он получает огромное возмещение, конечно, и дотация государства, но такие компании могут размещаться, как исключение. Но мы, пальцев в руки, хватит нам для того, чтобы перечислить, кто сегодня может занять деньги за границу. Естественно, и в Украине малый и средний бизнес вряд ли может занять. Вот, это тоже хороший вопрос, к этому давайте перейдем. И тогда вопрос, где же вообще заниматься? Да, 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 вот это третий вопрос. Ну вот, сегодня, вот вчера, не буду называть банк, вчера была встреча с руководством одного из банков, я спросил, у нас есть интересный проект, как бы реконструкция одного из отелей в небольшом районном центре, но достаточно хорошо развивающемся, я говорю, нам нужно, ну, миллионов 25 гривен, для того, чтобы это здание, мы выкупили за собственное средство, но полностью реконструкцию и превратили его в современное. Вот, вот, минимальная ставка, как вы думаете, какая была названа? Минимальная. Ну, я даже, ну, не знаю, ну, 25, может быть, ну, 22-24. Ну, это еще ничего, могли бы 35 попросить, вот, я вам как бывшему, не бывшему банкиру-то. 35 гривен никогда не было, надо откровенно сказать, нет, 28 это был предел, самые такие, такие инфляционные периоды, но 22-24 сегодня, при отсутствии, как бы, революции, даже революции, ну, и представьте себе бизнес, который должен давать тогда доходность, ну, по крайней мере, 40 годовых, для того, что платить налоги, это нереально. Поэтому, когда мы сегодня говорим, почему не развивается экономика, почему стоит бизнес, мы упираемся в ставку. Ставка сегодня, опять же, зависит от ставки рефинансирования. Ставка зависит от ставки привлечения на внешних рынках, те же ВГЗ. И все это вот замешано в такой вот замес, который, я не знаю, сейчас я смотрю, Богдан Данилишин, который является главой Совета НБУ, он пытается как-то получить больше инструментов, потому что Совет НБУ, это все-таки, ну, такой, я не хочу сказать, что потешный орган, но функции его, в общем-то, кроме выражения своего мнения, где-то на странице Фейсбук или в прессе, они ограничены этим. Ну, рекомендательный орган, но что-то говорит, он не контролирует работу Национального банка, не влияет на нее, по сути. Ну, может рекомендации выдать, прислушиваться, вот он сейчас пытается все-таки увеличить в рамках законодательства, ну, я не могу сказать контроль, но хотя бы, чтобы рекомендации носили какое-то прикладное характерство, потому что он достаточно грамотный экономист, очень профессионально ученый, и макроэкономика, наверное, один из лучших, кто владеет в стране. Ну, дадут ли ему? Никогда Национальный банк этого права не давал. Поэтому сегодня, ну, на процент снизили, все радуются. 15,5 ставка рефинансирована. Ну, при такой ставке рефинансирована бизнес практически стоит. Вот, в России, если я не ошибаюсь, 7,5 или... 7,5 в России? А почему мы не можем сделать столько? Ну, вот это тайна, семью печатями, Национальный банк очень строго ее охраняет и говорит, что экономика еще не готова, она еще не готова к таким ставкам. Банки не будут выдавать. а вот... А критерии-то какие? Как они определяют, как не готовы? Или до сих пор неизвестно? Это тоже тайна. Мало, мало кто об этом знает. Мало кто, и мы никогда не поймем. А зачем Национальному банку, в общем-то, особенно волноваться об этом? Вот, сегодня в обороте находится, я думаю, уже около триллиона объемом на триллион государственных облигаций, внутреннего займа. Представляете, сумму, триллион, да? И 300, если не ошибаюсь, 357 миллионов миллиардов гривен в них вложили банки. Они не несут рисков, они не занимаются никакой деятельностью. Зачем вам кредитование? Завтра займем, что-то вдруг у него случилось, вот какие-то проблемы с кредитом. Ты просто вкладываешь деньги вкладчиков, все свободные деньги, получаешь свои 16-17, ну пусть сейчас там 15-8, хотя было и 20-23 процента, которые абсолютно в системе налогобожения не участвуют, потому что банка есть расходы, доходы, все это как бы между собой перемешивается. И зачем тебе выдавать кредиты? Общаться с заемщиком, рассматривать его документы, изучать проектную документацию. Все это тормозит экономику, но вот такой маленький пузырь надувается, надувается, надувается. Он может лопнуть? Он лопнет? Некоторые говорят, что это очередная какая-то там пирамида, я не знаю. Раньше я помню, всегда объемы заимствований утверждал Верховный Совет. Даже вот в самые времена при Ющенко обязательно, даже при Януковиче объем внешних заимствований и внутренних заимствований всегда определяется, потому что надо понимать, сколько денег потом надо выплатить на проценты. Сегодня представьте себе триллион гривен под проценты среднеэффективная ставка, наверное, где-то 16. А если взять предыдущий период, она где-то ближе к 17,5. И годовых 170 миллиардов только на пообслуживание долга внутреннего, не внешнего. И 100 миллиардов из них, 100 миллиардов гривен вложили иностранцев, обменяв валюту на эти 100 миллиардов. 100 миллиардов гривен это огромные деньги, которые Украина заимствует за рубежом, если это не международный валютный фонд, в среднем под 8,5-9, что тоже является маркером для страны, которая относится к имиджен маркетс, развивающимся рынкам. Россия, кстати, которая под санкциями находится поменьше, по-моему, ставка. Гораздо меньше. Рейтинги другие. Рейтинг Украины только сейчас. Международные рейтинги агентства только сейчас, по-моему, дали Б+, а раньше это было минус. Это влияет на ставку, потому что это показывает на риски инвестиций в эту страну. Кстати, возвращаясь к инвестициям, вот они риски. Но сотрудничество с международным валютным фондом очень важно. Но долг действительно раздувается. Реляция о том, сколько привлечено каждый месяц. Никто не говорит, а сколько надо отдать. А 2020 год для возврата долгов один из самых критичных. Формула Иерейска может сработать. Мы ничего не знаем. Формула Иерейска, остановитесь на ней немножко, если можно. Это же очень интересная форму. Ну, как только экономика Украины начинает расти, по-моему, больше 4%, мы начинаем как бы по повышенным ставкам возвращать то, что отсрочили. Мы пока отсрочили, но как только экономика начнет развиваться в соответствии с планом Гончаряка, мы как бы станем процветающей страной и должны будем заплатить больше, потому что не смогли вовремя заплатить меньше. Она в свое время была спасательным кругом, можно, наверное, все-таки было найти другой круг, но сегодня, и все тогда радовались, ну вот все, не будем платить, дефолт не объявят, но сегодня, ну, в следующем году она может очень остро, остро. Сегодня тоже, к сожалению, об этом мало говорят, мало очень говорят, хотя это тема. Потом мы абсолютно увели в тень вопрос возврата трехмиллиардного долга России, который взял Янукович. Одно время были суды, мы какой-то суд проиграли, обжаловали, сегодня эту тему абсолютно замалчивают. Но они висят. Они висят, конечно, решение не принято. Если его признают идиозным долгом, что было бы для Украины, опять же, спасательным кругом, тогда, а если это признается, в общем-то, обязательством, подлежащим оплате, это усугубит ситуацию долговой нагрузки. А что такое идиозный долг? Идиозный долг, это долг, признанный, который признается таковым, неподлежащим возврату, принятый, или под давлением каких-то обстоятельств, или в связи с тем, что условия займа были неправомерными. Там есть ряд положений. Такие факты, такие случаи есть в юридической практике. Поэтому вся надежда Украины на признание этого долга. Ну, что, мол, Янукович, по сути, его получил, якобы, по сути, и вывез его. Из них там два миллиарда назад называют. Но это надо доказать в суде. Надо показать какие-то документы, типа там, черной бухгалтерской книги или еще что-то. Будет ли это сделано? Но об этом процессе полный молчок. Я следил, следил, потом смотрю, что все замолкло. Должны или не должны никто, но когда вы обращаетесь к данным, сколько же наше государство должно, вы там не видите этого долга. Потому что он в судебном разбирательстве. Куда он дальше приведет? Но потенциально он может выстрелить для нас. Вы уже вот заговорили о дефолте. Вообще вот мы в прошлом году активно обсуждали, что нам может быть дефолт. Возьмем дефолт, никому ничего не будем отдавать. Вы рассматриваете это как вариант? Или очень сильно пострадает даже бизнес? Нет, для Украины это не выход. Почему? Призывы дефолта, о которых Коломойский обычно об этом часто говорит, ну потому что это на 5-7 лет отбросит страну в развитии. Ни о какой программе развития, о которой мы сегодня говорим, речи быть не может. Сотрудничество с международным валютным фондом будет прекращено. Ни один инвестор в Украину не придет. Репутация Украины будет, ну, я не знаю, хуже некуда, наверное, так не придумать. А сейчас? Это не будет. Есть куда еще? Нет, сейчас есть. Все-таки Украина это Imagine Markets, это развивающийся рынок. Сегодня, я думаю, она на пороге опять прорыва какого-то и дай Бог воплотит все то, что декларируется. Далека, конечно, от либертанианства, о котором так много говорит команда Зеленского, потому что сегодня в бедной, нищей стране говорить о свободах без ограничений это, в общем-то, наверное, фантазии нескольких людей из команды, но далеки от реальности. поэтому то, что там государство в смартфоне, это далеко еще не эти лозунги, о которых команда говорит. Поэтому путь дефолта худший путь для Украины. это легче всего сделать. Я помню, работая в банках, я часто приходил в Минфин и в управлении долгом, отдел управления долгом, висел лозунг «Долги отдают только трусы». Да, и туда заходили международные инвесторы. Это было вроде бы как смешно, но это был такой навек. Можете представить ситуацию, когда департамент, который управляет долгом, возвращает долг, готовит документы, руководство лозунгом, что долги... Но в Украине это часто происходит, кстати, потому что все уходят в суды, долги не отдают, и вот долги отдают только трусы. К сожалению, долгое время был лозунгом в Министерстве финансов, который, в общем-то, должно было управлять долгом. У меня очень большие надежды связаны с тем, что сегодня все-таки есть какие-то планы по созданию агентства по управлению долгом Украины, потому что если будут профессиональные люди в нужные моменты долг продавать и его выкупать, делать байбэк, то Украина от этого может выиграть сотни миллионов долларов, даже не десятки. То есть можно предпринять такие шаги? Мы выпустили долговые обязательства. И у нас какой-то кризис в стране, а их было много. Бумаги упали от 100% до 20%. Выкупай, найди деньги, привлеки их под любые деньги, внутренние ресурсы, выкупи и опять размести. Управлять долгом это, в общем-то, во всех странах к этому давно пришли. В Украине вот 25 лет об этом разговору я никак... А потому что выгоднее договариваться за... под столом, что называется. А когда агентство работает с этим, там уже все прозрачно. И там должны быть очень серьезные гонорары для профессионалов, которые экономят государству долговые обязательства, выплаты по процентам. МВФ. Вот вы сейчас только вспоминали ОВГЗ, я вот за вами прям записывала, и вдруг вспомнили сотрудничество с МВФ. Ну зачем нам тут сотрудничество, там цена вопроса какой-то несчастный миллиард долларов, да, или два миллиарда. Ну, речь идет сейчас о пяти даже. Ну, даже о пяти, но это же не на один год, на секундочку. Так зачем нам это МВФ? Давайте себе какой-то другой план построим. У нас по ОВГЗ столько можем назанимать, что можем даже позаимствовать Международному валютному фонду. Так ставка МВФ, она, ну, 2% долговых, а наша ставка 16%. Чувствуете разницу? На триллионе, чувствуете разницу? Ну да, на триллионе, да. Это первый вопрос. Второй, сотрудничество с МВФ для любой страны, особенно развивающихся рынков, к которым сегодня мы относим Украину, является своеобразным маркером. Нет сотрудничества, нет инвестиций, потому что специалисты работают здесь по месяцами и оценивают состояние экономики страны, говорят, да, мы можем отдать займ этой стране, и вы можете надеяться, что это сотрудничество будет продолжаться. Как только стоп, уехала миссия, молчок, все, стоп инвестиции. Значит, тут там не так. То есть, прямая такая зависимость? Прямая зависимость. Поэтому, да, есть как бы меры непопулярные, ну, например, которые считаются непопулярными, продажа рынка земли, открытия рынка земли. МЭО говорит, не будет этого. Почему это говорить? Оценивает с точки зрения перспектив наполнения украинской экономики деньгами и возможности выплачивать долги. Закройте вы эту нишу многие годы, которые... Мы не сможем гарантировать, что вы справитесь с планом экономического развития. Все очень четко и понятно. Ну, и потом, надо быть откровенны, смотреть, это же... Деньги идут не на развитие, деньги идут на возврат долгов. Ну, не будет этого транша. Мы гривну увидим и по 30, 35, и по 40, потому что просто для того, чтобы выплатить долги, а мы их все равно будем обязывать выплачивать, мы опять сделаем следующую миссию гривны, мы опять привлечем гривну под ВГЗ, но уже не под 15, половина, 16, а уже под 23, как это делали раньше, и все пойдет опять на круги своя, на прежние круги. Поэтому, ну, сегодня, как... Ну, всегда заемщик недоволен кредитором. Всегда есть люди, ну, зачем, вот, берешь у него деньги, он же хочет проценты, он ставит себе свои условия. Без этого невозможно. Без МВФ сегодня невозможно. Мы на такой стадии развития, мы зашли в такой вот тупик, когда МВФ просто спасательный круг для Украины. И реально, если отрешиться там от сознания того, что мы вот великая страна, мы все можем сами, ничего подобного, мы вот из этой ямы из коррупционной, которую у нас затащили ряд президентов, ряд политиков, выберемся только с помощью МВФ. Несмотря даже на то, что этот период надо брать эти деньги и тут же им отдавать, приплюсовывая 2 процента. Самое малое, что мы можем делать. И по логике Украине надо было до 10 миллиардов МВФ не дают. Мы хотели бы 50 на 100. Да, мы хотели бы 50, но не дают. Но не дают. И не дадут. Не дадут. Я бы хотела, чтобы вы все-таки ответили на третий вопрос, который вы сами себе поставили. Где же все-таки бизнесу занимать, а потом мы все-таки вернемся к УВГЗ, гривне и всем прочим вещам. Где же все-таки занимать украинскому бизнесу? Кредит, ну, кредитоваться, давайте так. Сегодня реально нигде. Надо это честно говорить. Можно выдумывать то, что угодно. Но сегодня делают бизнес только те бизнесмены, которые или в свое время прокредитовались там 2-3-5 лет назад под длинные деньги, или вытаскивают собственные ресурсы, возвращают их за вэкшоров. И малая-малая доля, которые находят партнеров за рубежом, которые соглашаются соинвестировать, разделяя, так бы, риски. Ну, я думаю, это максимум 5-7% по международным рынкам, мы с вами говорили. Путь туда открыт только крупнейшим компаниям, которые имеют истории не менее 5 лет на рынке и показывают кэшфлоу, который удовлетворяет кредитора. Поэтому этот период очень сложный. Пока банки хотя бы не начнут давать кредиты, ну, хотя бы под 15 в гривне, мы никуда не двигаемся. Теперь вернемся к стабильности гривны, потому что совершенно неожиданно, там был курс 28, и даже выше, иногда там 30 достигало, и вдруг вот гривна стала укрепляться очень сильно. И, ну, некоторые говорят, что это очень хорошо, замечательно, некоторые говорят, что это большая проблема, и когда начнут выводить деньги из вот этих ОВГЗ, там, иностранцы и все прочее, то гривна может обрушиться. Согласны ли вы с этим и действительно ли нам нужно волноваться о том, что, ну, вот такое возможно. Такой риск вполне реален. Он существует, и объемы заимствований, особенно с участием нерезидентов, они раскатятся, как снежный ком. И, ну, несколько побочных эффектов отрицательных с этим иностранцы заводят валюту, покупают. Сегодня они купили на миллиард гривен. Прошу прощения, на 100 миллиардов гривен. На 100 миллиардов гривен. Так? 100 миллиардов гривен, это сумма достаточно существенная, это уже там под 5-4,5 миллиарда долларов. Долларов, да. Эти средства сюда зашли, были конвертированы в гривну и, естественно, обвалили доллар по отношению к гривне. Так? Будет же обратный эффект. Самые длинные деньги, которые зашли в бумаги, это трехлетние. Самые длинные. Но есть деньги полугодичные, есть полугодичные. Даже полугодичные? Да. Есть шестимесячные. Шестимесячные, девятимесячные, двенадцатимесячные, двухлетние и трехлетние. Ставка, соответственно, разная. На коротких она выше, на трехлетних она ниже. Те, кто хочет ложиться на длинный срок и принимает риски гривни, и они идут. Но это, как правило, банки и внутренние инвесторы. Иностранцы стараются все-таки быть в рамках годичного периода, не доверяя особенно гривне. Но вот представьте, начнется движение с четырех миллиардов назад. Валюта будет покупаться за гривны, которые будут возвращаться с ОГЗ. Хорошо, если это будут плавные периоды и Министерство финансов наверняка планирует как бы сглаживать этот тренд. Но, безусловно, гривна будет падать по отношению к доллару ровно настолько, насколько будет выводиться. Это же деньги не вечные. Они привлекательны почему? Потому что, где вы в мире сегодня на процентах заработаете 15%? Не 15%, а было 20%. Где? То есть люди со всего мира зарабатывают на нас деньги, на наши бедности. Самые, вот тоже надо сказать, самые дорогие привлекательные бумаги, которые выпускает государство, номер один по привлекательности, это Украина. И это плохая новость. Это плохая новость. Да. Очень плохая новость. Потому что все инвесторы стремятся быстро сделать деньги. Мы сегодня должны реально говорить, что в некоторых европейских странах, в частности в Швейцарии уже и Франция близка к этому, если вы получите свои деньги на счет и купите банки, это будет минус 0,5. За управление вашими деньгами вы еще должны банку заплатить. Вы теряете. Поэтому, вкладывая деньги в банк, вы будете платить за это определенную сумму вознаграждения банку. За то, что там есть штат, за то, что они хранят эти деньги, управляют, сохраняют. А инвесторы, приходящие в Украину, сегодня получают 16, 17, 18. Слетаются, как вот мухи на мед. Так? Вкладывают. Вот. Но будет же обратный эффект. А почему идет на это Министерство финансов? Потому что Украине МВФ больше не даст. Потому что разместить на рынках больше нельзя. Риски и объемы заимствований. И выход какой? Это, по сути, как бы, ну, не знаю, не заскать на глоток воздуха умирающего, но, во всяком случае, это очень опасно. Ключевое слово умирающего, я услышала здесь даже. Это просто опасно. Вот 4 миллиарда. Ладно там с внутренними инвесторами. Как-то будут разбираться, перевкладывать. Вот. Национальный банк покупает огромное количество бумаг, загружая деньгами тоже Министерство финансов. Банки хранят 350 миллиардов гривен. Всю свободную наличность. Но когда-то перед кончится. А кончится, знаете, когда? Когда государство поймет, нет, мы каждый месяц, каждый аукцион снижаем ставку. Вот сейчас уже 15 с половиной вчерашний аукцион. Давайте сделаем там 10, 8, 9. Постепенно те, кто вкладывал, будут выходить, выходить. А ведь эти бумаги еще и свободно обращаются на рынки. То есть вы можете купить на год, а потом взять и их продать. А, перепродать? Да, конечно. Ну, потеряв что-то, но перепродать до окончания срока. Свободный рынок обращения бумаг. Кстати, инструмент для населения, потому что налог не надо платить. Но если вы посмотрите структуру баланса облигаций, которые выпущены, население купило на 6% из 100. Вот. Что, конечно, мизер. Население все равно с опаской в эти игры играет, боится вкладывать. Ну, уже шученые. Да, хотя инструмент привлекательный, новое правительство, новый президент, возможно, доверия больше. Но, в общем-то, 6% это вот маркет тоже такой, очень аккуратный. А могло бы вложить больше, потому что, ну, держит банк, оплатит налоги, считает, что это надежно. Ну, это финансовая грамотность, к сожалению, в Украине на очень высоком уровне, поэтому населению надо было как раз больше с этим инструментом работать под такую доходность. С СОВГЗ иметь. Да, СОВГЗ иметь. Ну, там же нельзя купить немножко, там же нужно сразу от какой суммы покупать. Нет, почему? Там, по-моему, от 10 тысяч гривен. Можно уже от 10 тысяч? Да, но это просто неинтересно. Вы же заплатите комиссии полтора процента, военный налог заплатите. Все игры начинают от 100 тысяч гривен. От 100. Тогда это работает. Меньше это не работает. Больше заплатите комиссии и процедура пройдет. Но это все равно совет тем, у кого есть 100 гривен. 100 тысяч гривен уже. Это серьезная сумма уже, ну, в общем-то, немалая. Поэтому мы говорим о 6% населения. Хотя я думаю, что это процент населения должен был быть по крайней мере 25, как во всех странах. Потому что во всех странах свои бумаги физические лица вкладывают. Вкладывают, да? То есть это традиция? Да, ну, конечно, американские бумаги. Сегодня по городу вы можете идти, видеть огромные плакаты, семинары, обучения, как инвестировать физическим лицам в американские государственные облигации. А что, это возможно? Конечно, возможно. Сегодня это абсолютно возможно. Вы можете сегодня купить на бирже американские государственные бумаги казначейские. И торговать ими. Ну, это, понимаешь, даже и полпроцента населения. Многие увлекаются криптовалютой вместо этого. Но украинские тоже недоверие государству. Мы все время говорим, надо привлечь внутренние источники инвестиций, выпустить бумаги, которые бы работали. Но дальше нет. Так доверие, откуда взяться-то? 80 банков обрушили? И что дальше со всем этим делать? Сколько малого, среднего бизнеса потеряло денег? А миллиардов же? О сотнях миллиардах речь идет? Да, сотни миллиардов. Куда же они используются? Я бы не говорил, что 80 обрушили. Добрая половина там была, можно по-разному относиться к Гонтаревой, но то, что на эти аугивы конечно чистило и профессионально. Я видел это в банке, как это происходило. Но не было цели обрушить банки. Все-таки она профессионально выводила с рынка кептивные банки, которые занимались выдачей кредита собственным компаниям, которые потом в банки не возвращались. А в итоге деньги таки были вкладчиков. Подождите, а можно вопрос? Вячеслав Михайлович, это интересно. Вот смотрите, некоторые эксперты говорят, а в чем проблема? Это нормальная традиция постсоветского пространства, когда крупные компании создавали банки при своих компаниях, которые их же кредитовали. То есть вот, и что для постсоветской системы это нормальная была ситуация. И в принципе, в какой-то момент они свои банки не обанкротили, потому что это их же были банки, они снова как-то деньги переливали, и таким образом куча вот украинских таких олигархов действовали. Это правда или нет? Это правда, но это не нормальная тенденция. В мире так не делается. В Европе это просто вызывает ужас, когда собственные компании создают свои банки. Да ничего они не понимают просто. А у нас такой был путь. Ну это неправильный метод, и вот как раз можно по-разному к Гондареву относиться, там каждого своя история с ней отношения, но она вот как раз боролась с скептивными банками, потому что когда вы собственник крупной компании, любой, и вы собственник банка, у вас постоянно существует конфликт интересов, у вас постоянно существует соблазн залезть в наш собственный банк, а мне нужны деньги и там, и там. Ну я сейчас тут поменяю акционеров, уберу связанность лиц, выдам кредит, ну ничего, я же обязательно верну, потому что я же уверен, а если бизнес не пошел, а как вернуть? ну ничего, объявив себя банкротом, ну пострадает там сотня тысяч вкладчиков, им выдадут по 200 тысяч, ничего страшного не будет. Но ведь этого по большому счету ни разу не было, вот когда вот эти банки закрылись, вот очень много и пострадало, кстати. Вот я вот не могу на моей памяти, может на вашей есть. много часто не было. Ну возьмите, вот пример, из крупных, финансы и кредит, жевать. Ну да, финансы и кредит, да. О, хорошо, напомню. Полностью финансировал свой бизнес. Я еще знаю, это по промоэндексбанку, когда работал, у нас был большой кредит кременчугскому заводу по производству кразов, вот, он просто нагло не возвращал кредит. Это то же самое делал холдинг Порошенко, вот Богдан, он был большой кредит, кредит 250 миллионов гривен, а тут время Матвиенко выдал, и там известный Севинарчук приходил ко мне в кабинет и рассказал, ну мы не можем вернуть наш черкасский завод, возьмите этот завод себе. То есть просто передадутся залоги, которые уже в обрушенном состоянии, и банк остается с этим, должен принять это на баланс, заплатить еще 20% НДС из этой суммы, и потом думать, ну куда же это делать? Или вот тот же холдинг Мрия, вот Пармельсбанк получил 23 сахарных заводов, Тернопольская, Розенская область, а что делать с этим? И он начинает их продавать. Деньги по пути теряются, работают такие схемы, как продать, где найти инвестора, но это не профессиональное дело банка, но банки в Украине падали только из-за того, что они, первое, были зависимы от собственников, и кредитовали их бизнес, второе, они сталкивались с недобросовестными заемщиками, и третье, не работали в условиях отсутствия судебной системы, которая бы защищала кредитора, как во всем мире. Судебная система за деньги, выданные в кредиты, защищала заемщика. Он эти деньги частично распределял в виде ренты и отдавал в судебную систему. Решения выносились, ну невероятные, невероятные просто, такие, которые не могли, я вам пример один приведу, в Донецке, вы, по-моему, из Донецка, вот у нас в банке был залог гостиницы в центре города Донецка, значит, заемщик не вернул кредит, 7 миллионов долларов под залог этой гостиницы, обратились в суд, и суды все проиграли, знаете, почему? Почему? Потому что заемщик пришел к сыну Януковича, Александру, сказал, слушай, такой объект, что тебе стоит выиграть суды? 7 миллионов долларов, ничего не надо возвращать, отдай мне там миллион условно, так? Это был некий собственник компании Марго в Донецке, мебельный гипермаркет, он сейчас в Киеве есть, кстати, на Петровке, там, это чуть дальше, вот, и мы все суды проиграли с удивлением, глядя на эту ситуацию, мы выдали 7 миллионов, у нас в залоге гостиницы, у нас суд ее отобрал как залог, передал Януковичу, через полгода после решения судов гостиницы этой не было, и возник огромный офисный центр на этом месте, принадлежащий Януковичу. Вот вся история украинского бизнеса, она как зеркало, которое отражает все, что происходило, это для всех банков характерно, вы посмотрите сегодня портфели банков, сплошные невозвраты или процентов 50 собственных компаний, с чем банки закрывают глаза, мерятся и потихоньку там как-то увеличивают капитал и создают резервы, или это недобросованные заемщики, которые несправедливо выиграли в судах все дела против банков, или третья часть, которые потом выходят на продажу с аукционов как банкротства. Так подождите, тогда получается, что когда вы пришли занимать в банк, а вам говорят сколько там, 24 процента, то они правильно говорят? Да. Видите, как я у вас вот так вот... Они неправильно говорят, потому что мы сейчас говорим о марже за риск, который банки должны взимать, но она, как правило, колеблется в рамках 5 процентов, а когда изначально ставка начинается с 15, плюс на это идут комиссии, маржа за риск и все остальное, тогда это, если мы начинаем ставку, ну как в мире, там примерно условно 4-5, и дальше подходим к 15, это понятно, ну когда это 25, ну тогда бизнес просто останавливается, и он или работает за счет внутренних резервов, или не работает. Вячеслав Михайлович, спасибо вам огромное, так интересно мы поговорили, даже не хочется отпускать столько высоких... А в отелях меньше всего, кстати. Вячеслав Юткин был сегодня у нас в гостях, за что мы ему страшно благодарны, а вы оставайтесь с нами, мы продолжаем. Продолжение следует...